Не можешь победить, возглавь, так когда-то сказал Макиавелли, а русские подумали и добавили, а если еще и бесхозно лежит, возьми себе и продай. По такому пути на этой неделе пошел зам начальника отдела по борьбе с наркотиками в городе Омск, за что и получил 6 лет колонии. Но обо всем по порядку. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Эта история началась еще летом прошлого года, когда 35-летнего мальчишку, носившего звание майора, заподозрили в сбыте наркотических веществ, от распространения которых этот майор должен был освободить общество. Но чего добру пропадать, подумал предприимчивый правоохранитель и в очередной раз продал на страну 12 граммов наркотических веществ за 10 тысяч рублей. Эта продажа и стала для теперь уже бывшего замначальника последней. Его задержали сотрудники ФСБ. Детали уголовного дела производства по понятным причинам не раскрываются. Известно только, что следующие 6 лет наркоторговец проведет в колонии с обязательным штрафом в 700 тысяч рублей. А, ну и да, занимать должности на госслужбе ему теперь тоже запрещено. Правда, всего в течение 5 лет. Но для чего я все это вам рассказала? Да для того, чтобы вы задумались, а не слишком ли часто в нашей стране начали ловить за коррупцию и наркоторговлю? И не нонсенс ли тот груз, который неожиданно обнаружили в порту Санкт-Петербурга? Об этом я рассказывала в прошлых выпусках новостей. Не буду намекать вам, что скоро выборы и все происходящее не более чем предвыборная показуха. Потому как, если бы это было не так, мы бы с вами были свидетелями иллюстрации урока истории. Например, того самого, где первого сибирского губернатора Матвея Гагарина за взятки и вымогательства повесили под окнами юстиц коллегии в Санкт-Петербурге. Кстати, после казни тело не придавали земле еще порядка семи месяцев. Труп, волтавшийся на площади, должен был напоминать коррупционерам о возможной расплате. Потому как, а куда делись деньги? Вот, например, в Туве три года назад началось строительство домов для детей-сирот. Под эти цели регион получил 540 миллионов рублей. Посчитав все и взвесив, местные власти решили, что денег этих хватит только на возведение каркасных построек, причем где-нибудь подальше от основного села. Так, прямо на месте несанкционированной свалки бытовых отходов выросли 44 жилых дома. Ну как жилых, это, конечно, громко сказано, но власти считают их именно таковыми. В итоге занятыми оказались всего 5-6 домов, от остальных сироты отказались, требуя предоставить им нормальное жилье. У меня маленькие дети. Я не хочу, как мои дети, если холодно, мама. Дом построен на сваях, и фундамента нет, и стены холодные. Скоро, наверное, пол провалится. И вся, и пол, и потолок, и стены, вся гниль. Батареи, большинство домов от холода до мертвых. Печка топим, топим, все равно печка там мерзает. Из 44 домов всего в 5-6 живут жители. Мы будем обращаться в Роспотребнадзор, чтобы они провели экспертизу вот этих вот домов, дали официальное заключение о том, годные они для жилья или нет. И вот теперь представьте, эпопея эта длится уже более трех лет, а результат и ныне там. Чиновники утверждают, что выделенные средства потрачены в полном объеме, и ничего другого предложить они уже не смогут. А сироты просто-напросто не знают, куда им деться. Но, ребята, держитесь, у нас тут тоже нема и тоже не без проблем. Хотя от постоянных коммунальных аварий россияне уже реально устали. Последняя произошла в Новосибирске, где без отопления остались порядка двух с лишним сотен домов. Отсутствует тепло в 70 детских садах и в 64 школах. Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело, но останавливаться на этом новосибирцы не стали. Некоторые местные активисты в желании хоть что-то предпринять и как-то заставить власти работать, решили провести 20 января согласованный митинг, посвященный проблемам ЖКХ. С этой целью неравнодушные граждане обратились в городскую мэрию. Но в проведении публичного мероприятия им было отказано, потому что это, внимание цитата, «может создать угрозу правам и свободам человека и гражданина, законности, правопорядку и общественной безопасности, в том числе основам конституционного строя». Конец цитаты. Перевожу на понятный нам русский язык. У тех ошпаренных кипятком людей, а это целых 13 человек, угрозы правам, свободам, да и просто жизни власть не усмотрела. Зато побеспокоилась о тех, кто может выйти на митинг и громко крикнуть о наболевшем. Поэтому, чтобы ваши права и свободы не были ущемлены, сидите-ка вы в своих холодных квартирах, пока они только без отопления. А то ведь, если что-то пойдет не так... Отключим газ. Отключим газ. Отключим газ. А между тем, в России вдруг вновь заговорили о семейных ценностях. На этой неделе небезызвестный нам Виталий Милонов предложил переформатировать сознание россиян с желанием заключать браки на желание не разводиться. Ради этого депутат Госдумы даже готов инициировать штраф в размере 100 тысяч рублей. «Если вы предложили, что при заключении брака 10 тысяч рублей, вы говорите, а при расторжении 100 тысяч рублей штрафа, я бы поддержал. Или обязательные работы. Зона ВСВО. Работа в зоне СВО. Да, все, надо наказывать за разводы». Наказывать это, конечно, звучит страшно. Вот только не сработает ли подобная инициатива исключительно в обратную сторону. Ведь те, кого приперло, все равно разведутся. А вот молодежь, которая сегодня и так повсеместно выбирает сожительство, напрочь потеряет желание к регистрации брака. И это еще не считая того, что участие в СВО Милонов почему-то посчитал именно наказанием. Хотя вся страна увешана плакатами в духе «Присоединяйся к своим». Так вот, стоит ли? Надеюсь, скоро Милонов ответит и перед нами, и за свои слова. Ну и нечто подобное, правда, с отрицательным окрасом на этой неделе продемонстрировала Якутия. Там на улицах города появились плакаты с надписями «Надоела жена, езжай на вахту» и «Главное в мужчине – размер зарплаты». Рекламные плакаты, заказанные компанией «Саха Техконсалт», носили с собой целью привлечь к обучению спецработам как можно большее количество людей. А вместо этого компания проснулась знаменитой, да еще и с возбужденным против себя делом о нарушении закона о рекламе и неуважительном отношении к образу супруги и семейных ценностей. Ну вот и как, скажите мне, как после всего этого молодежи вступать в брак, когда рекламные плакаты аккуратно намекают тебе о том, что жена может надоесть, и ценит она в тебе только размер зарплаты. А такие, как Милонов, собираются набивать казну за счет твоего развода. Ну и как бы вывод тот один, но традиционными ценностями он почему-то не пахнет. Даже несмотря на то, что 2024 вообще-то год семьи. Хотя, друзья, я давно уже поймала себя на мысли, что возможно мы с вами просто что-то упустили и забыли, как это иметь здоровое чувство юмора и уметь смеяться над смешным. Именно смеяться, а не бояться, что завтра это может стать реальностью. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.